Книга Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана» 8 глава «Ангелы Света» под заголовок «Сатанинская месса» В пробуждении четвертой части книги, так говорил Заратустра, Фридрих Ницше приводит текст черной мессы В пещере, дотоле полной шума и смеха, сразу водворилась мертвая тишина Но же его ощутил благоухающий дым Ладана, как будто горели кедровые шишки Что тут происходит? Что делают они? – спрашивал он себя и подкрадывался ко входу, чтобы незаметно смотреть на гостей своих О чудо из чудес! Что пришлось ему там увидеть своими собственными глазами? Все они опять стали набодышны, они молятся, они безумцы! – говорил он и дивился чрезмерно И действительно, все эти высшие люди – два короля, папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник и тень, старый пролицатель Совестливый духом и самый безобразный человек, все они, как дети или старые бабы, стояли на коленях и молились ослу И вот начал самый безобразный человек пыхтеть и клокотать, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него Но когда он в самом деле добрался до слов, неожиданно оказались они благоговейным, странным молебном в прославлении осла, которому молились и кодили Этот молебен так звучал – Аминь! Слава, честь, премудрость, благодарение, хвала и сила Богу нашему во веки веков! Осел же кричал на это – И, А! Он несет тяготу нашу, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит – нет! И кто любит своего Бога, тот бечует его Осел же кричал на это – И, А! Он не говорит только миру, им созданному, он вечно говорит – да! Так прославляет он мир свой, его хитрость не позволяет ему говорить Поэтому бывает он редко неправ – осел же кричал на это – И, А! Незаметным проходит он через мир, в серый цвет тела своего закутывает он добродетель свою Если есть в нем дух, то он скрывает его, но всякий верит в длинные уши его Осел же кричал на это – И, А! Какая скрытая мудрость в том, что он носит длинные уши И говорит всегда – да, и никогда – нет! Разве не создал он мир по образу своему, то есть глупым, насколько возможно? Осел же кричал на это – И, А! Ты идешь прямыми и кривыми путями, и тебя мало беспокоит, что нам людям кажется прямым и кривым По ту сторону добра и зла царство твое Невинность твоя в том, чтобы не знать, что такое невинность Конец цитируема К сожалению, свидетелями паранормальных явлений и в наше время становится немало людей Цитата Сатана, 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 он Бог, он Бог, он Бог Эти кощунственные слова спрятаны в текстах многих рок-записей, которые молодежь слушает часами, не осознавая, какому влиянию подвергает себя Сатанинские изречения спрятаны в тексте благодаря использованию метода, так сказать, обратной маскировки И их можно обнаружить только при воспроизведении записи в обратном направлении на специальной аппаратуре Эту технику использовали многие рок-группы В бестселлере группы «Лед Цепелин» или «Лестница в небо» переводится Описывается одноименный культ египетской мифологии Текст этой песни содержит зашифрованный сатанинский символ веры Если запись песни проигрывать в обратном направлении, что невозможно на обычных проигрывателях, то можно услышать следующие обрывки фраз Послушай, мы были там, я буду петь, потому что я живу с сатаной Служи мне, там нет спасения, если мы должны жить с сатаной, хозяин сатана В наше время стать случайным свидетелем черной мессы почти невозможно Но Стефан Цвейк в биографии министра юстиции Франции XIX века Жосефа Фуше Описывает такую мессу, произошедшую в Лионе во время французской революции После гибели революционера Шалье в его честь была проведена черная месса В тот день со всех алтарей срывали распятие, а из церквей выносили священнические одеяния Огромная толпа, несущая бюст революционера, направилась на рыночную площадь, восклицая Шалье – бог-спаситель, который умер за людей На месте присутствуют три проконсула, чтобы почтить память Шалье – бога-спасителя, умершего за нас Теперь цитата Шумная толпа, ликуя и пускаясь в дикие пляски, тащит похищенную церковную утварь Чаши, дароносицы и религиозные изображения А позади трусит осел, которому искусно напялили на уши епископскую митру К хвосту бедного животного привязали распятие в Библию И так на потиху ревущей толпе волочится по уличной грязи, привязанная к ослиному хвосту Евангелия Наконец воинственные фанфары призывают народ остановиться На большой площади сооружен алтарь из дерна, на нем торжественно устанавливают бюст шалье и урну Зажигается большой костер Серьезно смотрят недавний монах Жозеф Уше и его коллеги Как отвязывают Евангелие от ослиного хвоста и бросают в костер Чтобы сжечь вместе с церковными облачениями, требниками, дароносицами и деревянными изображениями святых Затем осла в награду за его кощунственные заслуги поэт из освященной чаши для причастия И по окончании этой отвратительной церемонии четверо якобинцев на плечах Относят бюст шалье в церковь, где его торжественно водружают на алтарь вместо разбитого изображения Христа Конец цитируем В этом принимают участие десятки бывших католических священников Для сохранения неприходящей памяти об этом достойном, так сказать, празднестве В последующие за ним дни чеканят медаль Тайные черные мессы отличаются по форме, однако схожи по духу Большевистский журнал «Юный коммунист» подробно описывает сатанинскую мессу Во время которой хлеб и вино, смешанные с навозами, слезами, взятыми у живого петуха Так сказать, превращаются в предполагаемое тело и кровь Люцифера Цитата Во время этой церемонии слова мессы читаются от конца до начала, как это принято в сатанинских ритуалах Затем между сатаной и его поклонниками заключается завет Пунктами которого являются отказ от христианского учения Новое крещение воима дьявола со сменой имени Отречение от крестных родителей Замена их на других защитников Принесение сатане какой-либо личной одежды Ругань верности сатане Участие в магическом кругу Запись имени нового члена в книге мертвых Противоположность к книге жизни Христа Обет посвятить дьяволу, своих детей, а также дары и дела, приятные для него Клятва Хранить тайны ведьмовского шабаша И уничтожить христианскую религию Зачем коммунистам выкакывать такие учения из старых книг по демонологии И представлять их вниманию молодежи Вот, мол, пища для размышлений Это все, что марксизм может предположить человеческому разуму Журнальная статья продолжает В этом дьявольском перевернутом мире Внешне похожем на нас человек Должен отвечать злом на любой успех в жизни Гордо утверждает девиз сатанизма Сатана не враг человека, а жизнь, свет и любовь Конец цитирования Этот коварный материал подан в очень тонкой манере Как будто для предоставления информации Однако его истинная цель состоит в том, чтобы пробудить болезненное любопытство Которое, если читатель захочет удовлетворить Произведет разрушительный эффект в его жизни Как выразился когда-то писатель Эдуард Успенский Есть идеи, которые касаются самых интимных уголков нашей жизни Как только к ним прикоснуться, отметки останутся навсегда Они отравят жизнь Во время церемонии посвящения в третью степень сатанинской церкви Посвящаемый должен дать клятву Я буду делать только то, что сам захочу Другими словами, над человеком нет власти Кроме его греховного эго Это откровенное отрицание Божьей заповеди Не ходить вслед сердца вашего и очей ваших Которые влекут вас к блудодейству Цитата из Библии Книга чисел 15 глава 39 стих Марксисты обращаются к самым низменным страстям человека Вызывая в нем зависть к богатым И ненависть по отношению ко всем Не только инакомыслящим, но даже и к собственным соратникам Именно дурная сторона, порождая борьбу Создает движение, которое образует историю Писал Маркс в метафизике политической экономии Революции порождает не любовь к победе Скорее их порождает мания к убийству Во время русской и китайской революции Убив десятки миллионов невинных людей Коммунисты не могли прекратить убивать даже друг друга Под заголовок «Все дозволено» Культ сатанистов очень древний Он старше христианства Возможно, именно его имел в виду пророк Исаия Когда писал книга пророка Исаии 53 глава 6 стих Все мы блуждали, как овцы Совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас Побуждаемые истинным религиозным чувством Некоторые хасидские раввины Отказывались произносить слово «Я» Поскольку считали его местоимением Принадлежащим только Богу Исполнение воли которого Обязательно для человека Когда члена сатанинского культа Посвящают в седьмую степень Он клянется, что его принципом будет Ничто не истина и все позволено Заполняя анкету своей дочери На вопрос, какой ваш главный принцип Маркс ответил Сомневаться во всем В манифесте Коммунистической партии Он писал, что его целью является Не только уничтожение всякой религии Но также и морали Чтоб человеку было все дозволено Я испытывал чувство ужаса Когда во время беспорядков 1968 года На плакате в одном из парижских университетов Прочел, так сказать, таинство Седьмой степени сатанизма Упрощенное до формулы Запрещается запрещать Вытекающая из лозунга Ничто не истина и все позволено Молодежь не понимала Бессмысленности этой формулы Если запрещено запрещать Тогда должно быть и запрещено Запрещать запрещаемое Если все позволено Тогда позволено и запрещать Молодые люди полагали, что Вседозволенность это и есть свобода Марксисты обходятся Совсем этим тоньше У них слова Все дозволено Означают, что запрещено запрещать Тотальную диктатуру Существующую в таких странах Как, например, Красный Китай И Советский Союз Достоевский говорил Если Бога нет, все позволено Если нет Бога Мы свободны во всех своих желаниях Воплощением такой свободы Является ненависть Кто свободен таким образом Тот воспринимает милосердие Как слабость духа Энгельс сказал Общая любовь к людям Это абсурд Мыслитель, антихрик, анархист Макс Штирнер Автор книги «Единственная и его собственность» И один из друзей Макса Писал Только тогда стану я действительным Собственником самого себя Когда буду делать все Только ради себя И не забуду себя Коммунизм Это коллективная Одержимость бесами В архипелаге ГУЛАГ Солженицын Раскрывает его ужасные последствия В жизнях и душах людей Под заголовок Миф о Марксе Повторюсь Я осознаю, что доводы Приведенные мной в этой книге Можно считать лишь косвенными Однако Изложенного здесь Достаточно, чтобы показать Что утверждения марксистов о Марксе Являются мифом Вовсе не обнищание пролетариата Подтолкнуло его к революционной деятельности Маркс не любил пролетариев Он называл их болванами Глупцами Ослами Негодяями И даже ругал матом Не любил маркс И своих соратников по борьбе Фрейлиграта Он называл свиньей Лассаля Еврейским негром Липкнихта Волом А Бакунина Теоретическим нулем Участник революции 1848 года Лейтенант Чехов Проводивший ночи в попойках с Марксом Подметил, что самовлюбленность Поглотила все то хорошее Что в нем когда-то было Не любил маркса и человечество Мадзини, который хорошо знал его Писал, что Маркс был одержим Цитата Духом разрушения Его сердце разрывалось от ненависти А вовсе не от любви к людям Джузеппе Мадзини Принадлежал к тайному обществу Карбонариев Эта организация была основана В 1815 году Магеллой Членом масонской ложи Генуи По словам которого Цитата Главной целью Провозглашенной Вольтером И французской революцией Является окончательное уничтожение Католицизма А позже всего христианства Конец цитаты Первоначально Карбонарии Были итальянским движением Однако некоторое время спустя Оно распространилось по всей Европе Несмотря на то, что Мадзини Критически относился к Марксу Он поддерживал с ним дружеские отношения В еврейской энциклопедии Отмечено, что Мадзини Вместе с Марксом Работал над текстом Устава первого интернационала Это подтверждает, что Несмотря на взаимную критику Маркс и Мадзини Были одного полиягоды Мне, говорит автор Неизвестны свидетельства Современников Маркса Противоречащих оценке Мадзини Миф о том, что Маркс Любящий человек Возник только после его смерти Сноски на 112-ю страницу Номер 5 Цитированная по Арнольду Кюнцли Маркс Психография Страница 352 Шестая сноска Цитированная по Маше Гликсону Еврейский комплекс Карла Маркса Нью-Йорк Номер 20 1961 год Страница 40 Седьмая Цитированная по Арнольду Кюнцли Маркс Психография Страница 362 Восьмая сноска Там же Страница 323 373 Одним из любимых Изречений Маркса Была цитата Георга Верта Нет ничего прекрасней на свете Чем кусать своих врагов Сам же он говорил без всякого смущения Мы безжалостны Не просим сострадания Если время придет Мы не погнушаемся террором Это вряд ли слова любящего человека Маркс ненавидел религию Вовсе не потому Что она препятствовала счастью человечества Напротив Он стремился сделать человечество несчастным Отныне и навеки Он провозгласил это своим идеалом Его целью было уничтожение религии А социализм Забота о пролетариате Гуманизм Только предлоги Прочитав происхождение видов Чарльза Дарвина Маркс написал по этому поводу Восторженное письмо Лассалю В котором ликовал по поводу того Что Богу по крайней мере В естественных науках Нанесен Как сказал он Смертельный удар Какая же идея Вытеснила в уме Маркса Все остальное Забота о нуждах бедного пролетариата Если бы это было так То какую ценность в этом отношении Могла иметь Дарвиновская теория Единственный логический вывод Это то что главной целью Маркса Было уничтожение религии Благо рабочих было только предлогом Там где пролетариат Не борется за социалистические идеалы Марксисты прибегают к разжиганию Расовых противоречий Или конфликта поколений Однако главная их цель Уничтожение религии Маркс верил в ад Его программой было Отправить туда Как можно больше людей Под заголовок Робин Гудфиллоу В речи произнесенной на юбилее Пепперс Парер В Лондоне 14 апреля 1856 года Маркс сказал В тех явлениях Которые приводят в смятение буржуазию Аристократию И злополучных пророков Мы узнаем Нашего доброго друга Робина Гудфиллоу Старого крота Который умеет так быстро Рыть под землей Что этого славного минера Революция Те кто слушали его По виду никогда не интересовались Личностью этого Робина Гудфиллоу То есть доброго друга Маркса Славного Как он говорит Минера Евангелист 16 века Уильям Тиндейл Использовал образ Робина Гудфиллоу По английски это Хороший парень переводится Для образного описания дьявола В сне в летнюю ночь Шекспир описывает его так Плутишка Робин Лукавый дух Не ты По деревням девиц пугаешь Зерна мелешь сам Снимаешь сливки И часами сплошь Работницы Сбить масло не даешь Ты портишь Дрожжи в пиве Ты морочишь Ночного путника И вслед хохочешь Таким образом По мнению Маркса Считавшегося Отцом коммунизма Демон был Автором революции И его личным другом Под заголовок Могила Ленина Обращаясь к Пергамской церкви Город в Малой Азии Иисус говорит Весьма загадочные слова Цитата Знаю твои дела И что ты живешь там Где престол сатаны Библия Книга Откровения 2 глава 13 стих По-видимому В те давние времена Пергам был центром Сатанинского культа Алтар в Пергаме Был одним из многих Такого рода Почему речь идет Именно о нем Видимо он играл Не второстепенную роль И эти слова Были пророческими Возможно здесь речь идет О нацизме И о коммунизме Которые в будущем Будут почитать Этот алтарь Сноски на 114 страницу 10 Цитировано по Роберт Пейн Маркс Страница 306 11 Уильям Тиндейл Произведение Цитировано по Оксхорсовому Английскому словарю 1933 год 8 том Страница 735 И двенадцатая Вильям Шекспир 1973 год Полное собрание Сочинений Действие Второе Сцена Первая 33 34 Страница 189 Один из наиболее Известных среди Туристов Путеводитель Бедя Кера Издание Посвященное Берлину Упоминает Что в 1944 Года В одном Из берлинских музеев Находится Пергамский Алтарь Его во время Раскопок Нашли немецкие Археологи Во главе С Генрихом Шлиманом У стены Троянского Замка Он был Привезен в столицу Нацистской Германии Во время Правления Сатанинского Режима Гитлера В наше В наше Время Алтарь Экспонируется В Берлинском Музее Пергамон Названом В честь Своего Наиболее Известного Экспоната Однако На этом История Престола Сатаны Не заканчивается В ночь На 24 Января 1924 Года Архитектор Алексей Шусев Получил Задание Советского Правительства Срочно Спроектировать И построить Мавзолей Ленина Выступая Перед студентами Московского Архитектурного Института В 1946 Году Академик Шусев Вспоминал Я стал Вспоминать Как египтяне Делали пирамиды Но тут Рядом Стоял На площади Храм Василия Блаженного Мне говорят Что я должен Построить Мавзолей Ленина Выше Храма Василия Блаженного Я начал Перебирать В голове Все вспоминать И нашел В раскопках Что под стенами Трое Стояла Маленькая Вещь Но значительная Известно Что Шусев Получил Тогда Необходимую Информацию Об этой Значительной Вещи От Фредерика Поульсона Признанного Авторитета В области Археологии Специально Прибывшего Для этого В Москву Долгое время Престол Сатаны Был известен В основном По легендам Изображения Его не было Однако Когда это Изображение Нашли То оказалось Что консультант Помогавшись Шусеву Придумать Так сказать Мавзолей Ленина Хорошо знал Как должно Выглядеть Нужное Заказчику Сооружение Партию Большевиков На строительстве Мавзолея Представлял Министр Обороны Ворошилов Почему Министр Обороны Понятно Что он Лишь Прикрывал Реальных Руководителей Решение О бальзамировании Вождя Наперекор Даже желанию Крупской Было Принято Феликсом Дзержинским Всесильным Руководителем ВЧК Всероссийской Чрезвычайной Комиссии По борьбе С контрреволюцией И саботажем Именно Это ведомство Политического Контроля И сыска А не архитектурное Управление И руководило Процессом Строительства Тысячи Советских Граждан Каждый день Выстраиваются В очередь Чтоб посетить Это капище Сатаны Где лежит Мумия Ленина Руководители Государств И церковные Деятели Со всего мира Воздают Почести Ленину Покоящемуся В стенах Монумента Воздвигнутого Сатане Не проходит И дня Чтобы это место Не было Украшено Цветами В то время Как христианские Храмы На той же Красной площади Москвы Превращены В лучшем Случае В музее Сатана Правит В Советском Союзе Самым Непосредственным Образом В книге Пророка Иеремии Написано Вавилон Взят Вилл Посрамлен Миродах Сокрушен Истуканы Его Посрамлены Идолы Его Сокрушены Не правда ли Многозначительное Совпадение С инициалами Лежащего На престоле Вождя По еврейскому Алфавиту Примечание Редактора И По ныне Мумия Владимира Ильича Ленина Находится Там Внутри Пентаграммы Древние евреи Отвергнув Моисея Веру В истинного Бога Отлили Золото Не только Тельца Но и Звезду Рюмфана Имеющая Непосредственное Отношение К Пятиконечной Звезде Неизменному Атрибуту Сатанинского Культа Сатанисты Называют Ее Печатью Люцифера Сегодня Человеку Который Знает Что такое Магия Прекрасно Виден Окультный Мистический Смысл Как Сооружение На Красной Площади Построенную По образу Престола Сатаны Так и Коммунистической Символики В главе Мумии Есть По меньшей Мере Полость Мозг Ленина До сих пор Хранится В институте Мозга Голова Укрыта Поверхностью Из особого Стекла Как это Часто Делается В сатанинских Культах Голова Лежит В самом Нижнем Ярусе Мавзолея Хотя Логичное Было бы Выставить Ее На верхний Ярус Подвал Во всех Культовых Учреждениях Используется Для контакта С демоническими Существами С точки зрения Месопотамской Мистики Тело Ленина Похоже На Терафим Культовый Объект Специально Законсервированный И используемый Для оккультных Нужд Вавилонские Халдеи Практиковали Так называемое Творение Терафима Магического Артефакта Призванного Давать своему Хозяину Власть Над своими Подданными Процесс Этого Творения Терафима Сопровождается Ритуальным Убийством А некоторые Части Тела Жертвы Замуровываются Например Под стеклянный Саркофаг Существует Свидетельство Утверждающее Что такой Факт Имеет Место Под Мавзолеем Лежат Головы Ритуально Убитого Царя И Царицы А также Головы Еще Двух Людей То Что Убийство Николая Второго Было Ритуальным И как Следствие Его Останки Могли Быть В дальнейшем Использованную Для ритуальных Целей Освещено Во многих Исторических Исследованиях В других Культах Вуду И некоторых Культах Ближнего Востока Внутри Забальзамированной Головы Во рту Или вместо Удаленного Мозга Помещалась Золотая Пластинка Чаще всего В форме Ромба С магическими Ритуальными Знаками В которой И заключалась Вся Мощь Терафима Позволяющая Хозяином Влиять На тех Кому Под страхом Смерти Было Приказано Нансить На шеи Определенные Металлические Знаки Часто В форме Ромба Или Звезд Мавзолей Находится На Красной Площади В течение Длительного Времени Служившей Местом Казни Метагенное Поле Которое Создает Питавшимися В местный Грунт Кровью Эманациями Боли Убитых Там Людей Под Мавзолеем Находится И Огромный Канализационный Коллектор Доверху Набитый Испражнениями Материалом Давно И Традиционно Используемся В магии Для Наведения Разных Видов Порчи Неужели То Что Мавзолей Находится Именно В этом Месте Простое Совпадение Даже Когда Однажды Канализацию Прорвало Коллектор Не отвели в сторону А только Углубили И расширили Один Из старинных Магических Ритуалов Состоит В том Что Для Укрепления Сооружения В стену Замуровывались Люди Чтобы Души Покойных Так сказать Стерегли Его Если Посмотреть На схему Кремля То Хорошо Видно Что Здание Совмина СССР Практически Со всех Сторон Окружено Погостами Кладбище У Кремлевской Стены И Мавзолеи Погребение Царя В Архангельском Соборе Усыпальница Патриархов В Успенском Соборе И могила Неизвестного Солдата В стену Красной Площади С левой И с правой Стороны Вмурованы Урны С прахом Изображения Головы Бюсты Были Растиражированы По СССР Включая Пионерские Значки Где голова Была помещена На фоне Костра То есть Запечатлена Во время Классической Магической Процедуры Общения С демонами На погонах На грудных Знаках Значках В СССР Носили Ромбы И звездочки Такие же Какие горят На башнях Кремля И какие Использовались Вавилонянами В культовых Церемониях Общения С виллом Такие Ромбы И звездочки Во множестве Находят При раскопках Вавилоне Пятиконечная Звезда Звезда Люцифера Деницы Сатаны Масонских лож Молот Знак власти Мастера Серб Символ Кровавой Жатвы Совмещен Со срезанными Колосьями Зачем Все это Было нужно Вероятнее Всего Для власти Над миром И превращения Его в один Огромный Концлагерь Порождающий Потоки Темной Энергии В соответствии С учением Маркса Коммунизм И выглядит Как сплошной Концлагерь Никакой Собственности Все Общее Люди Не могут Не только Свободно Действовать Но и Мыслить Таким Образом Можно Прийти К выводу Что Тайные Механизмы Управления СССР Используемые Коммунистическими Властями Основаны На самой Настоящей Некромантии И целиком И полностью Базируются На оккультных Магических Знаниях И тайных Ритуалах Более Древних Чем Нынешнее Летоисчисление И похоже Магией Строители Мавзолея Владели В совершенстве Если Сквозь Тысячелетия Сумели Передать Из поколения В поколение Тайну Воспроизведения Престола Сатаны И построить Его На Красной Площади Никогда Не видев Известных Науке Рисунков С его Изображением Конец Восьмой Главы Продолжение следует